Здравствуйте! С вами эксперт Жизотон Анна Ефимова. И сегодня мы поговорим о том, как бороться с целлюлитом. Целлюлит – это не просто внешний дефект, это знак от нашего тела, который может говорить о многом – об образе жизни, питании, уровне гидратации, даже нашем эмоциональном состоянии. Он возникает из-за изменений в структуре жировых клеток и соединительной ткани, создавая на коже характерную апельсиновую порту. Появление целлюлита связано с рядом причин, включая особенности женской физиологии и образа жизни. Анатомические и гормональные особенности женских тел делают их более склонными к развитию целлюлита. Женская кожа по своей структуре более податлива к растяжению из-за детородной функции, что обуславливает более рыхлое расположение соединительных тканых волокон. Это позволяет жировым клеткам продавливаться сквозь эти волокна, создавая эффект апельсиновой корки. К тому же женские половые гормоны способствуют увеличению содержания воды в коже и изменению состава коллагена, что также влияет на появление целлюлита. Основные факторы, способствующие появлению целлюлита, включают малоподвижный образ жизни, беременность, курение, алкоголь, неправильное питание, а также частые гормональные изменения, например, во время менопаузы или беременности. Женщины начинают сталкиваться с жировыми отложениями в основном на бедрах уже 17 лет из-за влияния эстрогена. Малоподвижный образ жизни ведет к ослаблению мышечного тонуса и застою крови в жировой ткани, что провоцирует целлюлит даже у худых женщин. Неправильное питание, особенно употребление большого количества быстрых углеводов, соленой и высококалорийной еды способствуют отложению жира и задержке жидкости в организме. Интересно, что даже жесткие диеты могут спровоцировать развитие целлюлита, поскольку после их окончания организм стремится сделать запасы питательных веществ. Борьба с целлюлитом включает в себя комплексный подход, сочетающий правильное питание, активный образ жизни, отказ от вредных привычек, а также использование специализированных косметологических процедур и массажей для стимуляции микроциркуляции в проблемных зонах. Каков же план работы? В отличие от абсолютного большинства процедур, направленных на уход за лицом и воздействующих на разные слои кожи, антицеллюлитные процедуры наценены глубже на уровень подкожно-жировой клетчатки. Этот факт ставит борьбу с целлюлитом гораздо ближе к медицине, чем практически все остальные эстетические задачи за вычетом, конечно, хирургии. Тем не менее, это не значит, что эффективную работу с апельсиновой коркой можно вести только в кабинете врача. При работе с жировой прослойкой всегда важно учитывать, что она гормоноактивна. Это сложная система, которая обладает высокой способностью к восстановлению, но при этом остается довольно хрупкой, и нарушение ее баланса может привести к целому спектру проблем со здоровьем. Поэтому многие специалисты советуют агрессивные методы работы с подкожно-жировой клетчаткой оставлять на самые крайние случаи и стараются сначала использовать более консервативные, но не менее эффективные методы. Так как целлюлит затрагивает сразу несколько видов тканей и процессов, качественная атака на него должна быть комплексной. Увы, как бы нам не хотелось, нельзя просто помазать проблемное место и как следует похудеть. Меры по избавлению от несиновой корки должны включать в себя стимуляцию липолиза, подавление липогенеза, то есть образование жировых отложений, усиление кровообращения и устранение застоя лимфы, а также борьбу с возможными воспалительными процессами и замедление разрушения коллагена и эластина, которые образуют соединительную ткань. И эти задачи невозможно выполнить одним видом процедур. Более того, даже целым списком процедур отделаться вряд ли получится, для того чтобы привести подкожно-жировую и прочие ткани в порядок придется наладить и образ жизни, разобравшись с питанием, с новыми физическими нагрузками и общей активностью, уровнем стресса, вредными привычками. А возможности косметологии, о которых мы вам подробно расскажем, подключать обязательно в комплекс. Одна из мер по избавлению от целлюлита – аппаратный массаж, так как застой лимфы всегда способствует этому состоянию. Задача такого типа воздействия усилить лимфоток, что в свою очередь поможет снижению отечности, улучшению клеточного обмена веществ и насыщению клеток кислорода. Антицеллюлитный массажер с ультразвуковой кавитацией MF1140 от Жозотон как раз призван корректировать фигуру в области живота, талии, бедер и ягодиц. Он поможет эффективно избавиться от целлюлита на любой стадии. Также он укрепляет мышцы и способствует детоксикации. Эффективность и безопасность этой модели подтверждена Минздран. Также в этом массажере используется популярная технология радиочастотного воздействия на локальные жировые отложения и тонус кожи. С помощью радиоволн способных проникать на разную глубину вплоть до гиподермы. Нагреваются ткани, благодаря чему запускается процесс регенерации. Старые коллагеновые волокна под воздействием тепла сжимаются, уплотняются, создавая более подтянутый каркас и эффект мгновенного лифтинга. Кроме того, происходит выработка коллагена и укрепление дырмы. Жир не обладает хорошей электропроводимостью, но зато реагирует на повышенную температуру и локальное воздействие запускает липолиз. Так одновременно решаются две задачи – укрепление тканей и расщепление лишних жировых отложений. Для того, чтобы включить мышцы в процесс избавления от целлюлита, используется микротоковая стимуляция и миостимуляция. Благодаря действию тока мышцы интенсивно сокращаются, что влияет на объемные процессы в клетках соседствующих тканей. Эти методики позволяют нормализовать обменные процессы и способствуют выведению лишней жидкости из ткани и опосредованно стимулируют липолиз. Этот прибор уникален тем, что сочетает в себе ультразвуковую кавитацию, миостимуляцию, RF лифтинг и хромотерапию, благодаря чему эффективно борется с целлюлитом на всех его стадиях, улучшает состояние кожи, укрепляет мышцы и способствует детоксикации. Применение MF1140 позволяет достичь видимого уменьшения целлюлита, коррекции фигуры и улучшения общего состояния кожи, предоставляя возможность профессионального ухода в домашних условиях. В споре о том, помогает ли косметика бороться с целлюлитом, наметилось два почти полярных лагеря. Одни уверены, что достаточно закупиться несколькими банками и через несколько недель проблема решена. Другие утверждают, что кожа не пропускает косметические ингредиенты дальше эпидермиса, а целлюлит залегает гораздо глубже, так что нет смысла тратить время и деньги. Как всегда, истина где-то посередине. Одними только средствами обойтись, увы, не получится, что бы не обещала этикетка. Тем не менее, воздействовать на подкожную клетчатку обязательно нужно. Улучшить проникновение активных компонентов крема помогают аппараты. Например, наш аппарат Adjozato, который используется после нанесения крема или сыворотки. Для стимуляции кровообращения, лимфодренажа, тонизирования кожи в косметике используются экстракты водорослей, морская вода и соль, термальные воды, лечебные грязи, растительные экстракты. Например, экстракты буараны, колы и зеленого чая, а также минерально-витаминные комплексы. Но сколько бы прекрасных ингредиентов не было в формуле того или иного средства, в приложении к нему все равно необходимо как можно больше двигаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и использовать аппаратные методики для лучшего проникновения активных компонентов вглубь ткани. Избавление от целлюлита – это небыстрый процесс, требующий терпения и постоянства. Это путь к самопознанию, любви к себе и гармонии. Помните, это ваше тело, ваш храм и заботиться о нем нужно постоянно. Компания Жизотон предлагает вам самые современные и эффективные способы избавления от целлюлита с помощью современных методик. Наши менеджеры подберут программу антицеллюлитного ухода именно под ваши потребности. Подписывайтесь и узнавайте новости из мира косметологии на нашем канале. До новых встреч!